рады приветствовать всех гостей сегодняшней встречи мы сегодня знакомимся с преподавателем английского языка анастасия константиновна напоминаю что вот прекрасно анастасия к нам подключилась здравствуйте как меня слышно вас хорошо слышу и вас тоже хорошо слышно прекрасно я рада вас приветствовать да у нас не совсем стандартное знакомство онлайн но мы всегда радуемся когда появляются новые преподаватели это для нас очень ценно поэтому давайте знакомиться на чем вы занимаетесь и как вы вышли на синие птицы сейчас я вот так поставлю у нас тут солнышко я всем здравствуйте еще раз меня зовут анастасия мне 30 лет всю свою сознательную жизнь я учила английский вот прям с пяти лет и по сегодняшний день постоянно совершенствуюсь и никогда этот процесс мне кажется не останавливается и я закончила институт по специальности переводчик французского и английского языков то есть основной язык у меня был французский и практику проходила я за границей жила по несколько месяцев то в одной стране то в другой и ну как-то так сложилось что с детьми я не работала наверное ну лет наверно пять то есть в 21 год я закончила а потом перерыв я просто практиковала английский больше со взрослыми когда стала мамой я поняла что дети оказывается это то чего мне не хватает жизни и я просто для себя приняла решение поскольку моего ребенка было оставить не с кем и мне хотелось совершенствоваться работать общаться с такими же мамами молодыми как я я просто стала набирать очень маленьких деток это было четыре года назад и совершенно маленькие детки от двух с половиной лет стали ко мне идти с удовольствием на английский язык и как-то так закрутилось и я поняла что все именно дети школьники дети маленького возраста это та аудитория с которой я готова работать постоянно вот поэтому взрослые сейчас отошли немножко на задний план вот больше сейчас преимущественно дети то есть вы сейчас преподаете в каком-то центре студии нет я на самом деле раньше преподавала в центре алиса детский центр алиса на улице мира и я там достаточно долго вела работала в детском саду в частном тоже в английском ну так у них русско английский детский сад большинство времени они разговаривают на английском языке детки вот но потом как-то так сложилось центр закрылся детский сад сказал что ну вы знаете мы не можем потянуть до преподавателя английского языка и я решила просто своих деток которые у меня были забрать к себе и уже работать с ними непосредственно в индивидуальном порядке то есть те кто были они со мной и прошли вот этот долгий путь я в краснодаре вот и они вот целый год со мной идут куда бы мы не пошли где бы мы не занимались в каком бы центре и вот сейчас онлайн то есть в принципе появляются новые детки путем рекламы сарафанного радио рекомендации и вот пока я в свободном плавании говорят но мы рады что вы приплыли к нам это просто такой бесценный подарок честно говоря как вы о нас узнали и как мы вот познакомились с вами вы знаете я всегда интересовалась темой благотворительности потому что у меня слава богу да ну детки у меня здоровые да все хорошо но есть детки с особенностями развития которых я также вела занятия английским и не только кстати занятия английским разные развивающие занятия то есть с ними работала и я просто понимала что эти детки нуждаются в большем внимании чем мы на самом деле думаем и мне всегда хотелось именно помогать потому что есть что отдать да то есть у меня есть знания которыми хочется поделиться и эти знания хочется отдать тем деткам а мне кажется они еще более целеустремленнее чем обычные дети но это мое мнение потому что они они очень настойчивые они упорные потому что помимо того что им приходится еще бороться за свои знания да то есть что-то учить и прилагать к этому усилия они еще и борются за свою жизнь и с такими детками очень интересно работать потому что видишь их прогресс постоянно они стараются они очень они все время улыбаются они очень позитивные то есть от них тоже получаешь максимум энергии и просто как-то раз я увидела где-то объявление в инстаграме что собирается сбор я отправила там какую-то денежку на сбор лечения и просто подписалась все то есть с этих пор я начала как бы следить уже непосредственно за цена заработать центра вот здорово это для нас большая удача и большое счастье что все таки мы познакомились даже вот онлайн но это это здорово а что я хочу спросить бытует такое мнение что если начинать с дошкольного возраста да изучать английский язык то это может помешать развитию речи вот если мы говорим про русский язык да бывает такое что родители просто не хотят начинать потому что боятся или есть те которые уверены что это не нужно обусловлено это обычно тем что ребенок еще не говорить либо мало говорить и бывает такое что нужно советоваться с логопедом если ребенок ходит к логопеду да что может быть это будет мешать изучение английского языка русскому каково ваше мнение на этот счет можно ли это совмещать и если какие-то противопоказания том что вот не стоит начинать но давайте мы в первую очередь определим да то что английский язык это точно такой же язык как и русский да когда вот говорю ну вот давайте представим что маленький малыш родился и вы с ним постоянно разговариваете на русском языке он же еще малыш и он как бы на воспринимать информацию только визуально глазами да виде маму и окружающими и на слух и когда он постоянно слышит вот это вот постоянно слышит русские слова русскую речь да он постепенно привыкает возьмем английский язык то чем же он отличается от русского точно так же ничем точно так же вы можете с самого рождения говорить ну здесь уже видите вопрос в том знает ли родитель да английский язык но возьмем предположим что у него есть базовые знания да там какие-то слова выражение просто самая основная база если он постоянно говорит читает ему сказки у него тоже вырабатывается на слуху нечто похожее да на язык на каско на котором общаются с ним когда вы изучаете русский язык вы показываете предметы вот смотри например это конь да или там это лошадь это корова он понимает что да это корова но сказать то он вам еще пока не может но если вы его спросите а это корова или где корова он обязательно вам покажет почему же его не спросить на английском здесь тоже самое то есть принцип языков он работает абсолютно везде возьмем семьи сейчас очень много таких интернациональных семей где дети разговаривают сразу на двух языках мама на русском папа на английском или еще там разные языки совершенно не входящие не похожи между собой и ребенок самого раннего возраста уже начинает говорить на двух языках хотя его в принципе никто этому не учил просто родители один разговаривает по-русски другой по-английски и я считаю что чем раньше начать приучать ребенка крутые имена к аудио восприятию аудио информации да к визуальному к визуальному восприятию именно слышать он будет слова текст сказки колыбельный на английском языке он очень быстро освоит этот язык точно так же как и русский поэтому когда он не говорит ничего страшного он будет знать эти слова и когда он заговорит он обязательно их повторит и все покажет и как такового возраста с которым нужно изучать язык его нет здесь все зависит от индивидуальных особенностей ребенка то есть если он уже подрос мы его можем спросить а тебе нравится английский язык может быть мы будем ходить и тут вопрос уже в педагоге да как он заинтересует и заинтересуется ли ребенок изучать английский язык и вот здесь уже когда ребенка ну возникает выбора это обычно происходит где-то с трех лет они могут уже свое я показывать вот в этом возрасте могут возникнуть трудности вот я хочу чтобы мой ребенок изучал английский язык но он хочет вот здесь уже нужно подстраиваться и как-то заинтересовывать ребенка и что касается школьников но здесь уже без вариантов абсолютно все детки уже во втором классе а то и в первом изучают английский и когда они уже идут подготовленные они уже больше уверены в себе все понимаем что школе дают не так много информации все на скоком набегом и когда они уже перестают понимать их перестает английский интересовать в принципе поэтому я считаю что чем чем раньше вы начнете заниматься неважно в каком возрасте главное чтобы ребенку было интересно поэтому и английский он не будет мешать ни самому языку не развитию речи что касается вот логопеда например то в английском языке есть очень много звуков которые язык именно активный такие звуки как всегда язычок там подвижно это наоборот еще больше делать делать так чтобы ребенка разговорить поэтому я не вижу никаких проблем в изучении английского языка я согласна конечно что чем раньше тем лучше то есть это все способствует развитию артикуляционного аппарата это все хорошо но хочу отметить что даже если начать не с малого допустим уже сознательном возрасте да и подросток или взрослый то это все зависит от преподавателя то есть если преподаватель так тебя увлек ребенку или ну уже взрослому да так интересно заниматься с этим преподавателем то темпы развития они уже зависят от самого человека до того как он влюбился в этого преподавателя поэтому мне кажется даже будучи взрослым можно смело начинать но опять же важно попасть в хорошие руки это тоже дефицит что еще хотела подметить что касается подростков да у нас есть ребята которые возраста от 15 до 25 лет и их у нас мало мы конечно хотели чтобы детей было больше чтобы тем возрастом была возможность заниматься но у нас преимущественно занимаются дети возраста школьного ну потому что у нас вот такие занятия больше предназначены для детей школьного возраста но есть конечно курсы для детей постарше вот что касается английского готовите ли вы к экзаменам если какая-то форма для подростков что мы для них можем интересное предложить но смотрите чтобы подготовить к экзаменам да к егэ угэ необходимо проходить те постоянную переквалификацию и каждый раз педагогу каждый год это нововведение за этим нужно следить и здесь конечно мое упущение в том плане что последний раз я готовила вот как раз таки вот в том учебном году поэтому я знаю я естественно в курсе всех нововведений и конечно просто на тот момент учеников которые хотели бы готовиться к угэ и игры как-то стало меньше и они у меня сдали экзамены и все ушли кто в институт кто в колледж пошел и все то есть в принципе вот в течение года этого учебного я не готовила но если родители пожелают сказать пожелают что да у ребенок очень хочет готовится конечно это все практикуется для для именно ребят постарше да если мы не берем школьников там возьмем от 18 до 25 то на них программа ориентирована больше именно общения конечно грамматики не избежать это основа до английского языка но я знаю что большинство хотят путешествовать большинство хотят общаться с носителями языка по интернету в конце концов знакомиться по интернету да и многих есть такая возможность заходить на сайт и смотреть фильмы на английском языке потому что в оригинале они как мы знаем звучат гораздо интереснее лучше вот в этом случае у меня есть курс разговорного английского именно для деток как уже для деток для взрослых от 18 и старше да неважно 25 это 30 лет я абсолютно со всеми возрастами работаю сейчас просто немножко отличается программа если в школе мы ориентируемся на школьную программу и даем именно базу то взрослым я даю больше разговорного английского вот поэтому мне кажется это и должны были услышать родители это хороший стимул начать изучать и даже если уже ребенок вырос да уже обычно обращаются с английским когда в школе появляется английский тогда появляется много непонимания трудности с домашним заданием и тогда родители берут за голову не знают как помочь детям вот если такая ситуация это причем очень частое явление да когда родители не знают как помочь детям все конечно хотят желание большое есть да как-то помочь не знаю что-то исправить но они просто не знают языка не знают ни панетики или изучали вообще другой язык вот как в таком случае помочь родителям помочь детям как это не смешно звучит но тем не менее даете ли вы домашнее задание да это тоже важно знать и если даете то в какой форме родителям доносить чтобы они могли как-то помочь верить ну вообще я придерживаюсь того мнения что не неважно где бы изучали язык по скайпу или оффлайн то есть до этого ведь мы все работали оффлайн я всегда мои двери на занятия всегда открыты я придерживаюсь того мнения что родитель должен при приведя ученика он должен рядом с ним сесть на стучек и все записывать то что я преподаю почему потому что именно родителям с родителем он больше времени всего проводит и родитель должен быть заинтересован в том что его ребенок знал английский язык и практиковать это вот представляете ситуация вы пришли привели своего ребенка на английский ничего не знаете не алфавита да и он придет домой вам мама я хочу там повторить с тобой алфавит а вы не знаете так вот я зато наоборот чтобы вы сами приходили ко мне и слушали что я преподаю и записывали а потом подошли ко мне сказали смотрите анастасия у меня тут есть вопросы да я не знаю как эта буква читается скажите мне и тогда выучит и родитель и ребенок вот это совместное взаимодействие всегда приводит хорошим результатом один ребенок такой сложный язык вообще любой язык неважно английский это французский он один выучить не сможет двух дней двух раз в неделю с преподавателем недостаточно поэтому я когда даю домашние задания я всегда стараюсь максимум расшифровать да например если это алфавит то писать на русском не я не стесняюсь писать что это эй это значит эй да би она читается как би то же самое все слова если меня просят произнести именно например аудио я прям беру записываю что каждое слово произносится вот так кто-то меня просит видео кто-то по губам уме читать хорошо и хорошо я запишу вам видео то здесь индивидуальный подход к ученику абсолютно разные у всех разные способности и все по-разному воспринимают информацию поэтому здесь я очень гибкая в этом плане и кто меня просит я обязательно прихожу на помощь я всегда онлайн и всем не могут написать анастасия не понимаю не могу пожалуйста пишите все всегда рада помочь выполнение домашних заданий да это здорово да что важно сохранять коннект с родителями да потому что для них это тоже важно они бывают со школьным заданием просто учиться на наших занятиях конечно это это в плюс вам что вы такое внимание знаете это конечно очень важно мы все прекрасно понимаем да что язык вообще знание языка роль языка она очень велика в нашей жизни да то что вы перечислили да какие возможности дает знание языка это все мы прекрасно знаем да и путешествие да и общение и работа это все алгоритм успешности да полезности языка взрослые это понимают но если мы расскажем об этом детям они не воспримут это всерьез но до поры до времени да то есть так как у нас дети от 7 до 15 им вот это расскажи им это неважно что важно детям зрелище что то такое динамичное увлекательное да а еще тем более все какие-то бонусы видишь чего-нибудь каких-нибудь наград но я имею ввиду наклейки или что-то такое поощрительное а вот что вы делаете на занятиях как вы цепляете внимание детей чтобы вот именно они получили большое удовольствие от этого чтобы они пришли еще раз еще раз еще раз и с этим же настроением они всегда приходили на занятия что детям больше нравится у вас ну а здесь зависимости конечно от возраста мы если берем от семи до пятнадцати да то есть в чем большей части вашей аудитории ваших деток то здесь у меня я очень такой строгий преподаватель и у меня все очень четко не сделал домашнее задание ай-яй-яй да то есть здесь мы будем с тобой сидеть до тех пор пока ты его не сделаешь но детям у нас все проходит в процессе неформальные неформального общения детки во первых могут себя очень комфортно чувствовать когда они пришли не просто сели за парту а могли сесть и на стол и на пол и рядом где-то со столом облокотиться то есть им важно именно комфорт ну когда конечно мы не делаем письменных заданий да просто беседуем или изучаем какую-то разговорную тему а во вторых им очень важно та атмосфера в которой проходят сами уроки то есть в основном это должна быть спокойная атмосфера очень тихая потому что они и так не понимают да тут английская фраза но если что-то будет еще громкая то им точно будет неинтересно ничего не поймут во вторых друзья с которыми они пришли первым делом это дружеская обстановка и когда начинаешь говорить на языке или например транслируешь им ну просто какой-то кусочек мультфильма который они недавно посмотрели да они понимают насколько английский он везде и в мультфильмах и в кино и на и даже на футболках вот они приходят игра смотрел тебя на футболках тоже написано по-английски ты знаешь что это означает то есть они понимают что английский везде их окружает а самое главное что им начинает нравится что они когда у них начинает получаться выстраивать фразы на английском языке или читать они ничего то есть у них у самих горят глаза вау как я ничего не знал а тут я могу сказать что меня зовут так мне столько-то лет и чем больше у них начинает это получаться тем больше они заинтересовываются то есть школьников мотивировать я не знаю конфетками как малышей да их ну по моему мнению нельзя они либо сходятся с преподавателем именно в эмоциональном плане да если подходит преподаватель если он улыбается если он их цепляет не заинтересовывает их то все все ученик твой он обязательно придет на следующее занятие вот но я не знаю школьников по моему мнению вот прям там какими-то наградами мотивировать меня на уроках нельзя как я не пыталась им давать какие-то наклейки они на меня смотрят ну что это за наклейка ну что для них там наклейка ну вот хотя были детки которые были с у них аутизм был вот им с ними нужен немножко другой подход они здесь реагируют на тактильное ощущение то есть их больше нужно плогать да им нужно поглаживать вот вот то есть здесь все вот именно от индивидуальных особенностей детей зависит поэтому я стараюсь набирать такие небольшие группы если вот это оффлайн то это от трех там три человека до максимум четыре чтобы каждому делить внимание если же это онлайн ну пока я вот группами не вела онлайн ну два-три человека наверное это будет достаточно и вот вы говорите о чем привлечь их онлайн а вот как раз такие какими-то игрушками да вот кто-то будет говорить ну за меня да не я как преподаватель может быть какая-то веселая музыка которую будут они слышать или что-то какая-нибудь заставка например вроде как когда мы приветствуем да какая-то песенка вот если это касается онлайн а в оффлайне немножко кстати попроще с этим вот это издержки онлайн мы все к этому потихонечку привыкаем понятно что здесь посложнее чем в оффлайн но это тоже очень хороший опыт да мы уже будем учиться и на этой платформе потом будет и эта платформа полезно даже когда мы выйдем из этого карантина этому тоже можно возвращаться да конечно конечно это важно удерживать внимание ребенка на занятия и больше это наверное зависит от характера преподавателя от его еще подмечу любви тому что он делает прямо не простой любят одержимости наверное вот как вы говорите да что вы с детства любите изучать язык и по разговору я слышу что это ваша вот уже любовь по жизни да то есть это ваша работа это ваше хобби это ваше увлечение и вот это настроение оно конечно же передается детям а это наша задача как раз таки мотивировать детей на то чтобы начать изучать новый язык это конечно же круто знать и и потом дальнейшем общаться раз мы затронули само занятие да чем можем цеплять ребятишек давайте поподробнее расскажем о структуре занятия то есть начало середина чем заканчивается чтобы было понятно и детям и родителям чем они будут заниматься чем их дети будут заниматься на занятии ну давайте мы поговорим тогда об онлайн занятиях потому что оффлайн это в принципе структуры не отличается но а здесь именно в онлайне немножко все происходит померленнее да потому что взаимосвязь физическая тактильная она гораздо лучше да вот если говоря об онлайн занятиях то наш урок сначала начинается вот если мы возьмем начинающую группу да который только-только начинает это обязательно какая-то песня которую мы начинаем учить до новому течение нескольких уроков чтобы потом мы ее могли вместе исполнить исполнить да дальше у нас идет именно грамматическая часть то есть всегда минут пятнадцать ну даже если возьмем урок тридцатиминутный да там двадцать пять тридцать минут пять-десять минут мы уделяем грамматике то есть нужно же объяснить а как вообще в английском языке образуются фразы что это за слова да и дальше именно фонетическая зарядка а как читать фонетическая зарядка обычно тоже уделяется е 5-10 минут но тут тоже в зависимости от того нужно чтобы все все получалось потому что мы уже для этого уроки ведем да чтобы проконтролировать процесс обучения поэтому нужно смотреть как когда у всех все получается и все показали мне да окей все замечательно мы идем дальше на начальном этапе очень много рассказываю я именно сказок читаю иногда бывают представления у меня такие мини представления на экране как получается за компьютером да зарядка физическая какие-то физические упражнения прыгаем бегаем скачем и тоже очень в процессе стишки то есть нам важно чтобы постоянно английский был на слуху конечно вначале я стараюсь разговаривать и на русском и на английском но постепенно убираю русский да чтобы меня слышали слушали только на английском и уже понимали меня совершенно без без всяких объяснений вот ну вот она структуру 30 минутного урока 5-10 минут грамматики 5-10 минут фонетики и остальное время это такая развлекательная часть как раз заинтересовать и мотивировать детей на изучение наверное развлекательная часть больше всего нравится да вот именно когда горят глаза вот на ваших занятиях когда они такие ура наконец-то вот эта часть вот какой это момент из занятия но они всегда у меня когда только подключаем подключаемся 15 минут у меня часовое занятие если ты индивидуально да мы возьмем вот они только ко мне подключились все 30 минут они мои полностью потому что они еще с того урока остались под впечатлением что у них все получилось и они уже готовы идти дальше вот когда я понимаю что они уже так подустали и уже вижу что иногда зевают потому что они уже как бы устали то есть постоянно что-то новое у них да и они устают тут я уже включаю им какой-то развлекательный пока ну контент именно урока да это может быть стих сказка песня со взрослыми мы вообще переводим сериалы фильмы мультфильмы то есть мы 5-10 минут мы этому уделяем отдыхаем а затем они с новыми силами начинают опять включаться в работу то есть вот именно когда вот конкретно это вот когда я вижу что они уже все подустали но все-таки это английский без него никуда не денешься что ты устаешь потому что твой мозг постоянно в работе ты же думаешь а как произнести как запомнить и вот конечно они вот уже когда устают я им оп и что-то интересненькое это мне кажется всегда работает на любом занятии у нас конечно преподаватели тоже этими уловками пользуются потому что они подряд естественно детей которые вот монотонно что-то делают делают и они нуждаются в этой вот разрядке на английском это тоже проходит на ура давайте попробуем тогда продемонстрировать фрагмент урока вот я и наши слушатели да будут вашими учениками попробуем маленький такой эпизод так сейчас я поставлю потому что мне понадобится две моих руки секунду ммм ммм сменз дюймм ммм ммм эссенц Давайте по-русски добавить, чтобы понимали. А, да. Хотя, пару слов, да. О чём разговор был с графёнком? Наш друг Вилли говорит вам привет и спрашивает у вас, как у вас дела. У него дела? Хорошо. И он очень-очень рад вас видеть. И он хочет с вами потренировать один очень сложный звук в английском языке. А, как говорится, он. Жаль, я не могу губки сделать бантиком и сказать этот звук. Давайте вместе повторим его. И небольшой стишок. Жираф. Он хочет нам рассказать один стишок про себя. Он просит меня рассказать стишок и спросить у него, почему он плачет. Давайте его спросим. Почему ты плачешь? Why do you cry, Willie? Why do you cry? Why, Willie? Why, Willie? Why, Willie, why? Yes? Yes. Давайте вместе с вами. Why do you cry? Нет, мы с вами делаем так. Сначала я произношу слово, затем вы за мной. Why, why do you cry? Why do you cry, Willie? А теперь целую фразу я и целую фразу вы. Why do you cry, Willie? Why do you cry, Willie? Why, Willie? Why, Willie? Why, Willie, why? 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 Okay, good. Clap your hands. And why do you cry, Willie? Oh, I don't know, because I want to go for a walk. Потому что он хочет пойти погулять, как и мне. Окей. Ну вот такая маленькая разминочка на фонетическую, фонетическая зарядка на звук В. Да. Это было потрясающе, честно. Это вообще легко, в принципе, для восприятия. И повторить, я надеюсь, что даже дети, которых мы не видим, которые смотрят этот эфир, они справились с этим заданием, потому что мне показалось, оно несложно. Это, конечно, здорово, что у нас вообще появляются какие-то новые герои. Это какие-то игрушки, да, какие-то даже пальчиковые или наручные игрушки, они всегда производят впечатление, да. Они сразу, даже если ребёнок загрустил, появляется кто-то новый, и кажется, что он живой, да, и дети тоже оживляются. Поэтому, конечно, это было… Мне кажется, это всех оживило вот в конце эфира. Мы уже, в принципе, с вами. Да, у нас много жирафов всегда с нами. У нас есть ещё корова, но она такая пальчиковая, это для совсем малышей. А это наш жираф, который всё время приходит к нам на помощь. Это классно, да. Есть какие-то помощники, это только плюс вам. Ну что же, мы, в принципе, много, да, чего обсудили. Очень приятно с вами познакомиться. Мне, по крайней мере, получила удовольствие и в беседе, и в занятии, почувствовала себя учеником. Это было только в школе очень давно, но все воспоминания всплыли. Поэтому я вас благодарю, пожелаю вам всего хорошего, работать дальше и потом скорее переходить в живой офлайн. И на прощание прошу вас, ну, несколько слов родителям, детям, может, какие-то пожелания, пожалуйста. Ну, во-первых, я бы хотела пожелать, чтобы все, несмотря на ситуацию в стране, на которую мы не можем повлиять, мы должны оставаться позитивными и жизнерадостными, и очень терпеливыми, потому что нам всем сейчас нелегко, потому что мы все сидим в четырёх стенах. И как выйти из этой ситуации, я всегда всем советую извлекать из любой ситуации пользу. Если вы сейчас находитесь с своими детьми постоянно 24 часа в сутки и просто уже, ну, не знаешь, чем их развлечь, вы поймите одно, ваши детки скоро вырастут, и вы уже не сможете с ними проводить столько времени, сколько вы проводите с ними сейчас. Поэтому извлеките из этой ситуации максимум пользы и проводите максимум больше времени со своей семьёй. Но учитесь чему-то новому, выполняйте то, что вы когда-то забыли и не выполнили, у вас не было на это времени. Почаще обнимайтесь и улыбайтесь. И я считаю, что карантин, в принципе, покажется вам очень даже приятным. Да, приятно слышать. Спасибо за эти тёплые слова. Я скажу только взаимно. Вам тоже всего хорошего и прекрасного уикенда такого выходного. С праздником, кстати, у вас с первым мая. Да, точно. Хорошего настроения. Да, мы вспомнили про него вовремя. Так что я вас благодарю. И уже, может быть, в ближайшем будущем получится у нас провести онлайн и занятия. Так что будем на связи. Да, будем на связи. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо за приглашение. Всё. Bye-bye.